Здравствуйте, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит передачу «Прямой ответ» в эфире. С вами Марьяна Беленькая и сегодня наш гость, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Здравствуйте, Александр Моисеевич. Здравствуйте. Я начну с вопроса в лоб. Стоит ли евреям в России паковать чемоданы после того, что произошло в Дагестане? Если мы говорим о том, что немецкий полупогром или погром, который был, является ли он причиной для бегства евреев из России, я могу сказать нет, потому что, ну, я не считаю, что это история системная. Вообще, пока в данный выбор человека, куда ему уезжать и где ему оставаться, но, как бы, является ли в России обстановка антисемитизма такой, которая требует от евреев немедленного отъезда, нет, я это не считаю. То есть это не ситуация Германии 30-х годов? Ну, давайте мы, знаете, я люблю всегда опираться на какие-то данные, на какие-то факты, на какие-то эмоции. Есть статистика антисемитских происшествий. Вот в России, например, за последний год. Она минимальна. И если даже посмотреть статистику происшествий, антисемитских происшествий в настоящее время, за исключением того, что было в Дагестане, то его тоже практически нет. Нет никаких, ну, то, что называется антисемитским происшествием, это вандализм на еврейское кладбище, физическое насилие представителями еврейской общины, оскорбление публичное или еще что-нибудь. Мы не можем, ну, это мониторинг ведется, и нельзя сказать, что это вот как-то публично выливается в какие-то вот инциденты, о которых я говорил. Общее напряжение, конечно, возросло напрямую, связанное с арабо-израильским конфликтом, с историей с сектором газа. Все это, конечно, напряжение увеличивает. Но если мы говорим про мониторинг, то, ну, таких оснований нет. А если вот вы ведете мониторинг, и у вас есть цифры, может быть, сейчас и под рукой нет, ну, хотя бы примерно в сравнении с предыдущими годами, есть какой-то рост антисемитских случаев, или все вот как идет ровно на протяжении, допустим, пяти лет, десяти лет? Никакого роста нет. За последний год ничего не произошло не с точки зрения, не дай бог, физического насилия, либо каких-то официальных оскорблений в сети, либо еще каких-то событий, которые бы, ну, как-то бы фиксировали бы подъем, подъем спресс к антисемитизму. И в этом смысле Россия смотрится хорошо на фоне других стран с большой еврейской диаспорой, где реально происходят те или иные события в Питтсбурге, Синагоге, расстрел, то, что мы все оскорбили и так далее, переживали. Это чудовищное происшествие. До этого какие-то события были в Америке, в Европе события. А чем вы связываете то, что произошло на Кавказе? Там был не только Дагестан, там и Кабардино-Балкария была, насколько я помню, и где-то еще были случаи. Знаете, как ни странно, ну, я вижу две причины. Первая причина, она, безусловно, российская, другая не совсем российская. Если мы посмотрим, что все-таки произошло в Дагестане, то в течение очень короткого времени были собраны очень достаточно большое количество людей. То есть это полторы тысячи человек, которые только пришли в аэропорт. И более того, мне очевидцы говорят, что также по улицам в Махачкале ходили вооруженные люди. То есть это немножко напоминающий бунт. Более того, не найдя евреев, они там погромили магазины, побили правоохранителей, один скончался. Это очень похожая ситуация на какой-то спланированный бунт. И сказать, что вот так это может произойти стихийно, такие вещи стихийно не происходят. Просто так легко люди не собираются. Если мы спросим, а вообще, в принципе, есть какие точки напряжения вот по отношению к евреям в России? Они очень такие, их две, они понятные. Первое, исламская, некая общеисламская солидарность, Хамас-мусульмания России, радикальные мусульмания России. Это то, что в этом смысле Россия часть мирового сообщества. Мусульмане во Франции, в Германии, те, которые идут маршами по центральным улицам столиц Европы и по миру, эти же мусульмане также здесь выражают свою солидарность, назовем ее так, с народом Палестины, или точнее с Хамасом. Это вот первая точка напряжения. И Израиль ассоциируется в этом смысле с извереями. И понятно, что они вроде бы как искали израильтян, что само все парадоксально. Но между Израилем и евреями часто ставят знак равенства, что вполне логично, и что имеет место быть. В том плане, что одна нация, естественно. То, что мы живем в России, тем не менее мы, безусловно, Израиль — это наша душа, наши братья и так далее. Святая земля — наша земля. Вот. Это первая причина. Это некая мусульманская солидарность. И вторая причина — она уже не имеет прямого исламского характера. В принципе, в России последние почти два года идет выраженная такая, выраженная война, можно сказать, выраженный конфликт. Если его обобщить, он называется «Россия-нато». А евреи при чем здесь? А вот в том-то и дело, что евреи были ни при чем до последнего времени. Дело в том, что когда произошли израильские события, то вот если посмотреть просто телевизор, то видно, что кто пришел на помощь Израилю, пришла Америка, пришла Европа, выразили ясно свои отношения. И оказалось, что вот в этом израильском конфликте, надо более, может быть, точное слово подобрать, оказалось, что по одну сторону баррикад Израиль оказался вместе с США, с Европой, а по другую сторону баррикад оказалась вот Хамас, Россия, Турция, Иран, кто там еще у нас. Так или иначе произошел вот этот водораздел, в котором Израиль раньше не сфигурирует. Израиль нейтральная сторона, не вводил никаких санкций антироссийских. И в целом россияне очень хорошо относились к Израилю. Многие ездят туда отдыхать, лечиться, куча друзей, знакомых, но как бы обычный пророссийский обыватель, у него уже отношение к Израилю в связи с тем, что произошло, оно стало проведать некие негативные окраски. Но это разве не антисемитизм, когда нагнетается вокруг Израиля, и это потом, естественно, в евреев влезает все время, если это звучит с госканалов, пропаганда и прочее? — Честно говоря, на всех госканалах безусловно говорится про Израиль, но старается сепарировать с понятием еврей, скажем, еврей-диаспорт. Но еще раз повторю, что антисемитизм все-таки он должен, ну как вам сказать, нельзя кричать «волки-волги» как бы известные притчи, да? Ну вот есть события, мы их говорим, события имеют место быть. Нет событий, нам говорят, что они есть, тоже неправильно. Это не будет честно и корректно. Говорить, что антиеврейская пропаганда идет в России, мы тоже в прямую не можем, потому что федеральные каналы сепарируют так или иначе то, что происходит в Израиле с жизнью диаспоры. И как бы диаспора не обсуждается в тех же федеральных каналах. Поэтому и, собственно, власть старается пытаться именно отделять. Это событие, происходящее на Ближнем Востоке, и это не имеет никакого отношения к народам, проживающим в этой России. Так это, собственно, даже не сколько подается, сколько это однозначно как бы фиксируется. И мы не считаем, то есть мы не то, что не считаем, мы не видим, что, условно говоря, госканалы или вообще какие-то каналы, так и иначе связанные с государством, поднимают градус ненависти или нелюбия к евреям на основании того, что происходит в Израиле и в секторе газа. А вот правильно ли я понимаю, потому что конфликты на Ближнем Востоке, эскалация конфликта между палестинцами, вернее, экстремистскими террористическими организациями и Израилем, это не первое, хотя уровень ее зашкаливает в этот раз. Но раньше я не помню таких столкновений, погромов в России или попыток погромов. Их раньше не было. То есть вы это связываете четко с линией как раз разлома Россия-НАТО, Россия-Запад? И то, что Израиль оказался на стороне НАТО и Запада? Вы знаете, это, честно говоря, меньше, минимальный процент именно этого. А я бы сказал, подавляющий процент. Это именно некая исламская солендарность, некая пропаганда в телеграм-каналах, исламских телеграм-каналах, пропаганда в мечетях, связь лидеров российских мусульман с Хамасом, с другими арабскими проповедниками. Вот это имеет кодорожность. А почему раньше этого не было? Или это сейчас просто роль соцсетей такая более усилилась, и пропаганда в мечетях усилилась? Раньше же тоже были эскалации. Все-таки сама исламская тема, она поднимается по всему миру, и в России в том числе. В принципе, религиозная самоидентификация у российских мусульман растет. Ну как? Люди, ну если мы сравним с Советским Союзом, понятно, что в Советском Союзе боролись с религией, со всеми проявлениями, а в постсоветское время религия постепенно развивается. А рост ислама мы наблюдаем везде. Поэтому и Россия не исключение. Люди тянутся к каким-то ценностям, тем более корневым ценностям. Ну, если мы говорим про татаров, про кавказов, дагестанцев в первую очередь, это в поколениях мусульмане. И сейчас это находится на очень высокой стадии. Мы видим, как строго очень многие дагестанцы соблюдают законы шариата, другие законы связаны с молитвой. Мы видим в Москве, например, на соборной мечети каждую пятницу огромные площадь вокруг мечети оцепленной. Приходят десятки тысяч людей совершать намаз. То есть это всплеск такой мусульманской самоидентификации, которая коррелируется с ее, назовем, братьями в арабском мире. Какие, кстати, у еврейской общины отношения с мусульманскими лидерами? Вы же общаетесь, ведете диалоги религиозные за мир и дружбу. И вот что сейчас? Знаете, что хорошо было всегда, это мы подтверждаем. У нас не гоняло конфликтов на межнациональной почве. И, безусловно, события в Дагестане – это что-то, что-то, как сказать, не укладывающееся в общую матрицу того, что происходило, в общем-то, до этого времени. Нельзя сказать, что были какие-то выпивающие события на Кавказе до этого. Были какие-то подобия подробов, были какие-то избиения. Нет такой статистики. У нас была история, извиняюсь. Было, когда стреляли в раввин и гербентах в 2015 году. Это реальная история. Это, безусловно, факт имел место быть. Но это, я не знаю, подоплеку, потому что, на самом деле, не было до конца расследований найдено, кто стрелял. Но Дагестан сам по себе регион, наверное, в меньшей степени управляемый силовыми структурами. И там тоже много оружия и много криминалитета. Это опасное место само по себе. Но я могу сказать, что этот факт действительно имел место быть. Но сказать, что статистика такова, что были конфликты между мусульманами и иудеями, не встречается. Что касается лидеров, у нас хорошие отношения и с шейхом Равелем Ганурдином, и с Талгатом Таджуддином, и с другими муфтиями. И следующий вопрос, насколько они являются влияющими на умы мусульман, насколько их соцсети не являются определяющими, это вот главный вопрос. А тогда что делать, с кем работать? Я просто напомню нашим случателям, кто не знает, вы упомянули имена главных муфтиев России, которые отвечают за европейскую часть и за азиатскую. Просто не все знают. С кем работать, да? Это сложный вопрос, потому что я бы еще один момент подчеркнул. Когда произошли эти события, то я не могу сказать, что позиция муфтиев играла какую-то важнейшую или ключевую роль в том, чтобы успокоить, например, людей, этих погромщиков. Более того, они во многом, по-моему, должны были идти отчасти на поводу. И заявление, которое сделал муфтий Дагестана, оно, конечно, удивительное. А что было? Расскажите нашим слушателям, кто не помнит. Дагестана, который, в общем-то, его, по-моему, еле нашли. Он где-то вообще спрятался, он ни в чем не участвовал. Но его нашли, и он, призывая к миру, к мирному, в общем, говорит, что это не путь, как нужно бороться с евреями, надо делать все мирным путем. Но это чудовищное заявление. То есть бороться за евреями с мирным путем? Мирным путем надо, чтобы выселять, условно, мирным путем. Прекрасное заявление. Не то слово. Прекрасное заявление. Что говорит о том, что духовные лидеры не могут бороться или идут на поводу, или вынуждены как-то манипулировать внутри радикальных групп. Тогда получается, что нет гарантии, что это не повторится, то, что произошло в Дагестане и еще в целом на Кавказе. Понимаете, все-таки все, о чем я говорю, оно все-таки приводит к мысли о том, что все это так или иначе организовано, но не этими людьми. Я не вынужден как-то с этим считаться и как-то сохранять свой статус, свою, в том числе, и жизнь, пытаясь как-то встраиваться или как-то делать какие-то нейтральные, мягко говоря, заявления. Это все зависит, как жить. Я бы сказал так, что, безусловно, это большой был как бы стресс и большой шок, кто об этом говорили, во власти, потому что кто этого не ожидал. И то, что мы видим, по крайней мере, об этом говорят, и мы видим некие действия в этом направлении, с этим стараются бороться. На каком уровне стараются бороться? На нескольких уровнях. Прежде всего, усилив правоохранительные составляющие. Второе – это более плотное взаимодействие с мухтиями. Третье – это активное влияние на телеграм-каналы. И какие бы ни были, как говорится, зачинщики из-за рубежа, во всем этом, например, событии в Дагестане обвиняют телеграм-канал «Утро Дагестана», который… Да, есть такое. Но он не единственный был при этом. Он, конечно, не единственный, но он расположен на Украине. Но, тем не менее, где бы он ни был расположен, с одного телеграм-канала из-за граничного не соберешь столько людей. Очевидно, что есть какие-то активисты, последователи, организаторы внутри самого Дагестана, внутри самой Махачкалы, в первую очередь, комитет занимается их вылавливанием, поиском. Слушайте, а я не могу не спросить. Вот столько лет я сама наблюдала, об этом много раз писала. Были диалоги на уровне общины, межконфессиональный диалог, еврейская община, мусульманская, христианская. Очень много говорили о диалоге цивилизации, о диалоге культур. Может быть, говорить не наверху стоит, а прийти вниз в общины, к людям, в том числе в Дагестане, на Кавказе. Там разговаривать с шейхами, а не с муфтями. Те, кто отвечает, действительно влияют на общину, с молодежью. Нет таких идей у вас? Идеи, в принципе, есть. Это большая работа. Идет активное влияние соцсетей определенной направленности, то с ними сложно конкурировать. Нужно в том числе блокировать экстремические соцсети. Нужно в первую очередь, наверное, чтобы, и это тоже работа государства, чтобы те духовные наставники ислама, которые проповедуют мир и ценности, и такие ценности совместного сосуществования, совместной жизни, христиан, мусульман, иудеев и всех в целом людей, чтобы эти люди приобретали дополнительные возможности, дополнительные силы, дополнительные инструменты влияния. Я думаю, что наше влияние как бы в виде диалога цивилизаций существенно меньше, чем влияние муфтиев на свою пасту. И понятно, что муфти есть разные. Нужно вести работу по укреплению тех, которые созидательны, которые говорят о межкофессиональном мире. Это более эффективно, чем мы можем что-то делать. Хотя никто не исключает и нашу работу. Она более стратегическая и, на первый взгляд, менее эффективна, чем непосредственно внутри исламской работы. Я не могу не спросить. Вы уже говорили, да, мы обсудили про Госканалы, что в основном там идет критика Израиля, а не антисемитизм, но все-таки все равно проявляется. Не выглядит ли это как сигнал обществу, что государство резко критикует Израиль, Хамас принимают в Москве, все понимают, все время упоминается, что Зеленский еврей, и у людей строится картинка, значит, можно бить евреев. Понимаете как? Я, честно говоря, об этом упомянул, в том плане, что общее напряжение растет. Еще раз говорю, общее напряжение, к сожалению, существует по всему миру. внутри еврейских общин. У меня родственники в других странах, которые невероятно чувствуют это напряжение. Ситуация у нас со студентами, со студентами Лиги Плюща в Америке, которые проводят массовые пропалестинские демонстрации, преподаватели их поддерживают, и сколько еврейские филантропы не решают их грантов, все равно они истово идут в пропалестинские демонстрации. Опасны ли эти демонстрации для евреев? Конечно, опасны. И здесь, ну что можем сказать, мы можем надеяться только на силу власти, которая, собственно, основной функционал это обеспечение спокойствия и порядка в веренной стране. так как официально вообще в Москве запрещены все демонстрации в связи с ковидом, и в принципе то, что мы знаем например про Москву, то ведется большая работа о недопущении возможно каких-то проявлений антисемитизма в чем он проявлялся, либо какого-то такого яркого исламизма, опасного исламизма. Мы именно на это и можем только надеяться. Как, собственно, честно говоря, евреи во всей диаспоре. Кто может защитить евреи? В Америке, в Европе, в России. Только власть. Никакие отряды самообороны, ничего это никогда не было эффективно. Именно только административный ресурс власти способен удержать там радикалов, погромщиков, где войны, в какой стране не были. Как сейчас живет еврейская община России? Что изменилось в этой общине жизни за последние два года уже практически? Ощущается ли, что многие уехали? Приходится ли пересматривать свою работу, программы и так далее? Если вы спрашиваете по проценту уехавших, то, что мы видим, это где-то от 15-20%. Это Москва или по всей России? В целом по всей России. Я бы сказал, есть какой-то процент людей, которые вернулись, которые уезжали от мобилизации. Мобилизация в России прекратилась и набор идет по другому принципу сейчас на СВО. И как бы нет такой угрозы, то часть людей, молодежи, прежде всего, вернулась. Мы видим просто по синагогам. Я бы сказал, ситуация стабильна. Она такая, она, ну, как вам сказать, нет какого-то отъезда или переезда. Те, кто хотели уехать, уехали, кто хотели остаться, остались. Мы не можем сказать, что количество евреев в России как-то качественно уменьшилось. Нет. У нас в Москве больше 40 молитвенных мест, которые в общем-то битком. Вот были сейчас осенние праздники, битком, все эти 40 молитвенных мест, мы количество мест увеличиваем, а количество людей в каждом из них становится меньше от того, что мы открываем новые. То есть не происходит перетекание людей, а наоборот, мы не замечаем, что, ну, открыв новое место, стало меньше другого. Количество желающих приходить на боге, количество в целом евреев достаточно большое. Потому что мне очень запомнился пост одного из моих друзей, это было, по-моему, мероприятие в еврейском центре толерантности, к которому вы тоже имеете отношение, он как-то написал, что впервые на мероприятии я не встретил ни одного знакомого, это было очень такой болезненный пост, то есть вы этого не ощущаете. Я знаю, даже, чей это был пост, я его уже видел. Я понимаю, почему. Потому что та активная часть активиста, молодежи, вообще еврейские активисты, с кем автор поста был в ВКонтакте, именно эта самая подвижная часть уехала. Но это небольшая часть, значимая, яркая, но не основная часть. Это знаете, с чем можно сравнить? Многие в том числе ходили в синагогу на Архипова, на Симхостоево в советское время, и эта улица была полностью забита евреями. В начале 90-х годов эта улица опустела на Симхостоево, там никого не было. на Симхостоево, в связи с тем, как ходили в советское время. Что все евреи уехали? Нет, по факту сколько людей на самом деле приходило на эту улицу, это всего лишь несколько тысяч человек. Улица узкая, не длинная, поэтому эти активные люди, которые ходили, большинство с собой уехали. Но количество евреев значимо не уменьшилось в Москве. То же самое примерно происходит сейчас. Когда улица Архипова опустела, казалось, что все уехали. Потом постепенно, постепенно, в зависимости, еврейские организации стали работать и количество людей, приходящих на осенние праздники, в разы больше, чем то, что было в советское время. Просто невероятно кратно в геометрической прогрессии выросли. Вы упомянули 90-е годы. Я не могу не спросить, поскольку вы хорошо помните. Я тоже помню, но все-таки я была маленькой. Могли мои ощущения не совпадать с вашими. Тогда тоже очень много говорилось про антисемитизм. Это был развал СССР, начало России, про общество памяти. На ваше личное ощущение не повторяется ли эта атмосфера, как тогда, в 90-е, когда тоже многие уезжали, боясь общества памяти и прочее. Мне кажется, принципиально разные времена и принципиально разные ситуации. 90-е годы это хаос, полное отсутствие власти и возможность для разных обществ, антисемитских в первую очередь, как-то проявить свою активность. Сейчас власть крепка, сейчас никакое общество не может не быть создано, не провести никакой свой митинг. Еще помните, в 2000-е годы в 90-е были русские марши на День народного единства, на 4 ноября. Вот буквально сейчас. Нет русских маршей. Не существует такого понятия, как русский марш. Нет, эта идея закрыта. Точно могу сказать нет русских маршей. Вообще нету, у меня задали вопрос в чем принципиальная разница. Я вот говорю о том, что другие времена, другие правила. Я бы провел некую параллель с Беларусей. А какие марши сейчас Беларуси? Никаких. Вся власть в тех как Лукашенко. Очень печальная параллель, я бы сказала. Нет, с точки зрения антисемитизма, мы же говорим про антисемитизм. Да, про антисемитизм. Когда крепкая власть, то основа власти это поддержка самой. вообще по-моему в капитале Маркса об этом написано. Власть это аппарат насилия, который создан для того, чтобы воспроизводить и укреплять саму себя. По-моему так. И в этом смысле власть, крепкая власть, в том числе развивается тем, что она не допускает ничего, что подтачивает основы этой власти. Таким, что имеется в виду, что власть не допускает проявления ни в какую сторону ни экстремизма, ни разрушения тех основ, которые поддерживают Россию. В 30-х годах тоже там не допускали, как-то все равно это для евреев по-крайней мере это плохо кончилось. Поэтому я прошу прощения за аналогии, но они как-то сами в голове всплывают. Давайте проводить аналогии, чтобы разбирать. Ничего этого страшного не вижу в аналогии. В 30-е годы политика Сталина была не антисемитская, она была... Вот эти чистки они не были антисемитскими чистками. Это было просто... Я скорее даже не про Сталина, про Гитлера вспомнила, но давайте про Сталина тоже. Давайте про Гитлера. Почему? Это более яркая аналогия с Гитлером. Это как раз некий риски, которые существуют в такой-то... Как у Гитлера в тоталитальном режиме. От идеи одного человека зависит все. То же самое было в еврейской истории. В частности, когда мы праздник Пурим, да, Хашвирош, от него зависит судьба всего еврейского народа. То есть действительно в подобных странах, где сильная власть, вектор власти на антисемитизм поставит всю еврейскую диаспору невероятный риск. Невероятно. Это естественно. Потому что все подстроено, все как бы... Но скажут казнить всех евреев, казнят всех евреев. Мы сейчас не про Россию в сегодняшний момент. Мы говорим... Мы про диктатуру в принципе, про Хашвироша. В России нет такого. В России безусловно очень много зависит от позиции самого президента Путина. Но у Путина мы ничего такого не видели. Семидского народа. Вот я наблюдаю в течение всего власти, что он не только не скрывал, что друзья евреи и так далее. И давал на самом деле это же не просто заявление, это некие послания. Просто когда говорят друзья евреи, я сразу вспоминаю, вот есть хорошие евреи, а есть не очень. Он, кстати, тоже так говорил, что вот есть хорошие евреи и плохие евреи. Я прошу прощения, да. Нельзя не вспомнить об этом. Когда он говорит про плохих евреев, он очень обозначает причину это плохость. Тут он как бы есть ему он как бы обозначает. понимаете, вот знаете, плохо искать черную кошку в темных... ну, невозможно говорить президенту Путина, что он антисемит. Этого не было. Ни когда он еще до того, как он стал президентом Российской Федерации, есть воспоминания его коллег еще по Дрездену и по Петербургу, не было. он ну вот он даже был первый, кто подписал строительство еврейской школы в Петербурге. Хотя не имел к этому никакого отношения. Там рассталкнула еврейская община и говорит, можете согласовать строительство школы. Он говорит, я не ведаю этим, это не моя зона ответственная. Он говорит, представитель общины говорит, что мы не можем подписать тем, кто курирует, потому что он еврей, и он боится как бы его не заподозрили в спать их своим. Путин говорит, хорошо и подписан. То есть даже сейчас ничего не меняется в отношениях власти, к еврейской общине, по-прежнему приходят на мероприятия, по-прежнему говорят, что все делают и ничего не поменялось. Несмотря на отношения с Израилем, между Москвой и Израилем. Абсолютно ничего не поменялось, мы это видим. То есть, понимаете, как бы, если не быть просто спекулянтов или болтуном, а говорить реальность, она вот такая, как я сейчас называю. Просто меня многие могут обсуждать в соцсетях, просто вот говорят, ну что ты, ты не понимаешь, ты не знаешь, вот все покажется, все увидишь еще. Знаете, мы уже столько лет это слышим и не видели, зачем нам все время как бы думать и искать то, чего нет. Будет что-то, мы будем говорить, сегодня нет этого, зачем нам. в Талмуде есть такое, что когда веселятся-веселятся, когда плачет-плачет, невозможно, там была такая идея, что отмечать там в праздник, если все умрем, рано или поздно. Ну вот сегодня праздник, сегодня радость. Мы не должны как бы искать того, чего нет, и вы думаете, что может быть дальше. Это не наше. Да, я прошу прощения, что перебиваю, то есть вы не согласны с высказыванием Рава Гольшми, Топпингаса Гольшми, буквально два дня назад это еще раз прозвучало, что еврейская община России заложница российских властей, и это в том числе связывает руки Израиля. Знаете, я люблю вещи, которые не просто говорятся, чтобы сказать. Рав Кинга Гольшми может сказать одно, другой раввин скажет другой, или просто не раввин политический деятель скажет третье. Все на что-то должно опираться, все к чему-то должно иметь какое-то отношение к статистике, к каким-то факторам, какой-то иметь какую-то базу. Если это просто не база, а просто высказывание, то ценность этих высказываний минимальна, потому что сколько людей, столько и мнений. Какая разница, что он думает, какие основания. Я помню, что Равен Кинга Гольшми сказал в начале СВО, что евреям надо срочно уезжать, в России будет там страшный антисемитизм, что-то типа того. Ну, с чего он решил, что он будет? Почему у него такое экспертное мнение? Но многие рассматривают то, что сейчас происходит в России, это как антисемитизм, проявление антисемитизма, по крайней мере, то, что звучит. История в Афганистане? Конечно, антисемитизм. Нет, не только история, то, что звучит в том числе из госканалов и от разных чиновников, и все время вот эти упоминания Зеленские, евреи, не евреи, вот это хорошее, плохое. Но для меня это проявление антисемитизма, как ни крути. Знаете, я бы сказал так, что есть проявление антисемитизма разного свойства. Отчасти, видим, и антиизраильская позиция, радикально такой, и разные телеграм-каналы, и разные люди не очень умно говорят. Вы знаете, мы это видим не только в России, мы это видим по всему миру. Я еще раз повторяю, что сказать, что надо из России переезжать в Германию, еще хуже, по факту, то, что происходит, или переезжать во Францию, или еще куда-нибудь. Есть напряжение, никто это напряжение не скрывает, по поводу во время тех событий, которые происходят в Израиле, что это, безусловно, отражает напряжение. Но сказать, что ситуация в России сегодня такова, что есть угрозы рейскообщения, есть какие-то события, которые, как бы сказать, являются действиями, имеющие антисемитический характер, я даже больше скажу. Знаете, все-таки вот эти госканалы, они в определенном смысле достаточно аккуратны. Они стараются не вести никакой параллели с этого начинания между Израилем и еврейской общиной России. У нас общий тренд, это, что в России межнациональное миросогласие, и евреи в России это россияне иудейского расповедания, либо имеющие еврейские корни, а Израиль это государство другое. Мы же понимаем, что грань очень стерта в сознании людей. Эта линия продерживается, эта линия плюс-минус как-то имеет значение. Я не знаю, почему это приведет, я вам честно говорю, потому что сможет ли государство удержать эту ситуацию, наоборот успокоить, либо... Захочет ли это делать? Тоже вопрос. пока хочет. Я не могу, мы общаемся с властью, все озабоченные события в Дагестане невероятные. Не только в Дагестане, события были же и в Кабардино-Балкаре, в Харчавши-Кессии, в Кавказе. На том уровне, на котором мы общаемся, это не самый низкий уровень, это уровень высоких руководителей страны. Все невероятно озабоченные, все в шоке, все основной месседж на недопущение, на предупреждение вообще в подобных даже минимальных всплесках подобного. Это я вижу. И это я... Знаете, когда все-таки говоришь какие-то вещи в эфир и имеешь какую-то должность, то твои слова являются не просто экспертным мнением, а все-таки ты должен нести ответственность за то, что тебя слушают люди и на основании твоего вот этого заявления они, собственно, планируют свою жизнь. И в этом смысле я отдаю себе отчет и понимаю всю степень ответственности, но не могу говорить, что ситуация в России с антисемитизмом опасная для людей, критическая, невыносимая или гнетущая. Этого нет. Это не значит, что я это не скажу завтра, но это не... У меня сегодня нет оснований говорить, что завтра могу такое сказать. Есть большая забота есть отношение к событию со стороны власти и органы политического руководства однозначно. И как бы зная как бы все это, я ответственно могу сказать, что я не сегодня, вот говоря, в эфире, я не считаю, что ситуация с антисемитизмом в России опасна для евреев. не могу не задать вам вопрос, думаю о нем все время, последние два года особенно, но и раньше, в общем-то, это звучало у меня в голове. Как вы думаете, должен ли раввин, глава общины сотрудничать с властями той или иной страны ради общины, даже если он не согласен с действиями этой страны, этих властей, это вопрос стоял и во времена Холокоста у многих раввинов и глав общин, то есть такой он вечный, и до какой красной черты, вы сами сейчас упомянули об ответственности, мне очень просто важно ваше мнение. Это очень правильный вопрос, потому что мне кажется, что надо понимать для чего ты взаимодействуешь с властями, какая конечная твоя цель, и это очень этот вопрос, на который себе должен ответить любой религиозный деятель, который вступает в взаимодействие с властями. Я себе на этот вопрос ответил следующим образом, что я представляю интерес общины и отстаиваю интерес общины перед властью, и для этих целей я не просто могу, я обязан взаимодействовать с властью. Кроме того, что еврейская община является неотъемлемой частью общего российского общества, и есть абстрактная представительская функция, которая это не то, что я больше всего люблю, но я понимаю тоже важность этого. Приведу простой пример, когда идет какое-то мероприятие, и на трибуне находится лидер православной церкви Муфти и Равин, то для людей, которые смотрят на это мероприятие, для них это тоже знак. То есть ничего не делая, просто присутствуя, на чем-то ты даешь сигнал людям, что из-за кем-то пригласили. Это первое. А второе, но это я сказал, это не первично, это вторично. А первично это то, что конечно отстаивание интереса вооружской общины это задача руководителя общины, в том числе борьба с антисемитизмом, в том числе объяснение донесения политики общины до взглядов общины, до власти. Должен ли я участвовать в политических деятелях? Нет, в деятельности нет. Я не участвую ни в какой государственной деятельности, ни в коем виде. Я не в какой политической партии, я не делаю никакие политические заявления, которые не связаны никак с реверской общиной, никак не как бы сказать, что такое взаимодействие с властью, это надо очень четко характеризовать, что выходит за рамки интереса реверской общины, я это ничего не делаю. Есть у вас красные линии для что вы сейчас говорите и берете за эти слова ответственность, что очень важно, что нет угроз, но если ситуация изменится, несмотря на вашу высокую должность, вы скажете людям в глаза ситуация изменилась? Вот теперь опасно? Конечно. Конечно. Безусловно, я не сотрудник власти, я сотрудник общины. Вот важное слово сотрудник общины. Каждый сотрудник, каждый человек, который работает в общине, каждый на своей должности является его сотрудником, тем человеком, который выполняет ту или иную миссию на благо общины. И вот вы привели сравнение с тем, кто работал на фашистов в фашистской Германии, типа Капа, они как раз были сотрудниками власти, не сотрудниками еврейской общины. Юденраты это были структуры структуры власти управления в концлагерях. И это совершенно другие. Ну, тоже такой выбор у них стоял тяжелый, надо сказать. У них был очень тяжелый выбор. Есть музей Полин в Варшаве, великолепный музей, рекомендую, кто будет в Варшаве, посмотрите этот музей, там очень интересно как бы построен он. И вот это время Холокоста там идут параллели двух судеб. Один это герой сопротивления. По-моему, может быть, Мардыхай Нелевич не помнит, честно, я один раз там был, но меня эта идея поразила. А второй это главный, забыл его фамилию, Юденраты, который, в конечном счете, покончил с собой, потому что он пытался искать компромиссы с фашистами, потом понял, что у них нет компромиссов, что рано или поздно убьют всех, и все в попытке сберечь молодых, отдав старых, сберечь женщин, отдав мужчин и так далее, что это все просто плавная процедура убийства всех. Он сам покончил с самоубийством, и там его судьба приходит в параллели с, может быть, это Мардыхай Нелевич, человек, который возглавил восстание в Варшавском гетто. и безусловно, это надо хорошо понимать. Мне кажется, мне кажется, так и есть, очень большая ответственность, и сказать правду, это просто обязанность. А вы когда-нибудь думали, что было бы, если вы были на их месте, чтобы вам в такие времена пришлось бы жить? Я просто очень много думала для себя про это. Я думаю, потому что это очень непростой выбор. Потому что вы правильно сказали, ведь эти люди хотели помогать, помогать евреям. Мне кажется, что должны быть некие принципы, на основе которых ты должен понимать, что допустимо, и что недопустимо. вот когда возникла идея, что ты должен отдать стариков, чтобы сохранить молодых, эта идея антиеврейская. В Торе это запрещено. Есть такое, ну в Торе, в еврейском законе, в устной Торе. Есть такое правило, что если неприятель осадил город и сказал отдайте нам вот одного человека, и мы как бы больше никого не тронем, либо мы всех убьем, то еврейский закон говорит, что не можешь отдать этого человека. Если он не виновен, нет никакого права принимать решение, решать судьбу этого человека, если он не виновен. Только если еврейский суд достоин смерти по своим критериям, тогда ты можешь его отдать этим людям, потому что они просто осуществляют тот смертный проговор, который вынесло еврейский суд. Это тоже не бывает. Если этого нет, ты не имеешь права никого. Вот в тот момент, когда они пренебрели этим принципом, это уже как бы содействие фашистов. А для вас есть красные черты какие-то лично для вас? Вы власть, абстрактная возьмем власть для вас. Вот лично для вас раввина с точки зрения Торы. Ну, конечно, не нарушение принципа Торы это основа. Это даже не обсуждаем. А с точки неответственности за бельскую общину, безусловно, это максимальное содействие и как бы поддержка и забота о ее спокойствии безопасности. но скажем так, я могу сказать, что у меня были в моей, ну, не последнее время, я бы даже сказал, а какое-то достаточное время назад те действия, с которыми у меня были вопросы, насколько это я, скажем, поступил, я понимал, ради чего я это делал, это было действительно связано с неким благом ливейской общины, но само действие у меня вызывало вопросы. Я бы, может быть, совершал, это не история не вчерашнего дня, а достаточно давно, и скажем, я что-то поддержал, чтобы я, наверное, не совсем был с этим согласен. Но, так как я понимал, что мы, не то, что мы полос не являемся критичным или вообще важным даже в этой истории, но как бы еврейская община нуждалась в этом действии, я его сделал, но таких выборов у меня было может быть, один или два, и я понимал, что это даже не имело отношения к еврейской общине, это вообще касалось других вещей, никак с еврейской общиной не связано. Ну и все, я не попадал в такие истории, потому что у меня достаточно четкая система критерия, это не значит, что она совершенная, я никогда не встану перед выборами, не дай бог, чтобы я встал перед подобными выборами, наверное, я буду советоваться с другими, чтобы самого не ошибиться, потому что мне кажется, сам человек плохой себя советчик, как говорится, в борьбе с собой, любые компромиссы, хорошо, как говорят, здесь правильно найти и как бы правильное решение, чтобы не уйти от той задачи, той цели, которая находится там, где находишься. У нас не так много времени осталось, я хотела бы спросить, и важно всем израильтянам тоже это услышать, насколько российские евреи сейчас солидаризируются с Израилем, насколько могут проводить акции в поддержку Израиля, учитывая российскую позицию в отношении этого конфликта. Я слышала, что Равин Берлазар очень резко сказывался в адрес Хамас, в том числе на встрече с Путиным, не повлияло ли это как-то на еврейскую общину? Вместе с Равин Берлазаром везде были на этих встречах, у нас однозначная позиция, конечно, мы поддерживаем Израиль, по принципу сказать, справедливости, потому что, ну, как и не Хамас напал, не Израиль, напал на Хамас, а Хамас сресточайшим образом напал на мирных израильтян. И, в общем-то, такая структура ненависти, сформированная в секторе ГАЗа, конечно, это такая гидра, которая нуждается в радикальном скоренении. А что касается публичных действий, вот у нас было некое молитвенное собрание в поддержку жертв террора. мы его проводили. Но, еще раз повторю, в Москве запрещены любые митинги из-за ковида. И, в принципе, никакой митинг не разрешен ни за Израиль, ни против Израиля, ни за Палестину, ни против Палестину. Если обратить внимание, в Москве не было никаких ни митингов, ни шествий пропалестинских тоже. И никаких вообще не было. Поэтому в Москве этого просто нет. Я просто видела буквально перед нашей передачей, что в Москве общественные фонды, в том числе доктор Лиза, очень известная благотворительная организация, начинают сбор помощи для палестинцев в Газии. Еврейские организации организуют какие-то сборы помощи для Израиля, для израильской армии, для беженцев, которые в Израиле. Еврейские общественные организации занимаются ли они этим вопросом? Есть еврейские общественные организации, которые этим занимаются. Но в основном все люди делают им индивидуальные порядки. Это, на самом деле, во многом обусловлено тем, что сейчас из России по сути нет никаких переводов за рубеж. То есть как таковую транзакцию из России невозможно сделать. Практически ни в какую страну Запада. Все это зарегулировано, ограничено и санкциями. Но есть организации, которые этим занимаются, конечно. А вы еще планируете какие-то мероприятия в рамках разрушенных ковидом или, может быть, в соцсетях какие-то мероприятия в поддержку Израиля, или еврейские общины в таком минимальном, не только в Москве, но и в регионах будут проводить какие-то акции. В планах что-то есть? Я не думаю. Объясню почему. Потому что это стадия развития конфликта, если можно назвать конфликт, да, война в Газе. Война в Газе. Она, да, война, верно, это стадия войны с ХамАЗ, она мне кажется, не предполагает каких-то акций в поддержку Израиля, потому что ценой, в общем-то, конечно же, и потерь, и обстрелов Израиль уверенно продвигается к зачистке, если так можно сказать, газа от инфраструктуры ХамАЗ. И ну, делает большое дело, на самом деле, не только для себя, потому что эта террористическая сеть никогда не ограничилась только Израиля. Поэтому это часто, ну, это как бы сказать, не то, что нам требует каких-то митингов, поддержки. А молитвы, например, в поддержку, ну, в памяти павших и за заложников проводите ли вы? Да, да, да. И у нас, собственно, то, что было через неделю после 7 октября, у нас была большая, большая, публичная на улице молитва именно памяти растерзанных, на другое слово, подберу и в общем-то в поддержку тех, кто должна отомстить за их кровь. И, в принципе, они, наверное, будут продолжены, по крайней мере, каких-то на шаббатах и так далее. Конечно, конечно, конечно. Спасибо вам большое, Александр Моисеевич, за эту непростую беседу. Мы помним про то, что вы в Москве, это учитываем это. И благодарна вам за откровенный разговор. Я прощаюсь с нашими радиослушателями и теми, кто смотрел наш YouTube. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Первого радио. И спасибо за помощь в организации программы и Славе, и Кате. Большое спасибо. Берегите себя все. До свидания. Прямой ответ. Прямой ответ.